здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы с вами будем солить сельдь солить будем цельными тушками большой посуде для этого нам нужно сварить тузлук тузлук можно сварить по старинке использую кастрюльку и проварить в ней специи такие как разные сорта перца горошком вместе с солью до растворения затем оставить остывать можно сделать намного проще для тех у кого есть вот такая кофемолочка нужно в эту кофемолочку положить вот такое количество волшечки это буквально 45 листочков насыпать перчика дорожку примерно чайную ложечку и смолоть когда наши специи смололись открываем крышку готовим емкость посыпаем сюда уже смолотые специи со смолотыми специями работать в два раза быстрее так как нам не нужно ждать когда кипящая вода вытянет из них все запахи все что нам нужно для посолки рыбы поэтому смолотыми специями работать гораздо быстрее теперь пропорции тузлука на 7 литров воды берется 2 килограмма соли либо на 700 граммов воды 200 граммов соли с такой кружечки отмеряем 200 граммов соли соль берется не и дирана и обычная соль экстра желательно не крупного помола чтобы быстрее растворилась и теперь нам нужно влить 700 граммов кипящей воды кипятим чайник вот такие кружки они обычно объемом 350 грамм 2 целых кружечки под завязку крутого кипятка наливаем сюда же будем размешивать то растворение соли и затем нам останется только подождать когда наш готовый тузлук настоится и остынет это буквально ну часочек и после этого мы сможем залить им приготовленную заранее помытую но не почищенную сельдь это готовый проверенный годами рассол для пряного посола сельдь и если вы попробуете солить в нем вам очень понравится очень легко и просто без всяких заморочек вот теперь тогда наш тузлук растворил соль его нужно вынести либо прохладное место либо просто закрыть крышкой и оставить на часочек настаиваться мы тем временем подготовим сельдь посолу когда прошло время и наш тузлук остыл остудить тузлук обязательно нужно до комнатной температуры если вы в готовую сель вольете горячий тузлук то шкурка с рыбы слезет когда он остынет его еще раз перемешиваем он уже настоялся очень ароматный душистый селедочку мы помыли и уложили спинками кверху если у вас небольшая посудина как у меня то очень удобно положить ее вольтом то есть у одной в одну сторону голова по другой в другую если у вас много и вы укладываете ее ведро укладывается на точно также спинками вверх но вот так по кругу по ведра слой на слой и теперь не торопясь ложкой чтобы не разлить медленно заполняем емкость с рыбой конечно в идеале если солим большой емкости как ведро то рыба должна полностью быть покрыта тузлуком но так как у нас емкость небольшая ничего страшного если она будет покрыта только на две трети рыба солится в этом тузлу кель ровно двое суток то есть если сегодня вы поставите вечером то через два дня вечером вы можете смело ее доставать и уже кушать но через сутки вы обязательно должны будете ее перевернуть то есть положить спинкой вниз все четыре рыбки для равномерного простого вот так наливайте столько чтобы жидкость не убежала оставшийся тузлук ни в коем случае не выливайте не выбрасывайте он он хранится не ограниченное количество времени возьмите небольшую баночку и туда это перелейте если вам рыбка очень понравится вы всегда можете докупить одну дверь и в маленькой емкости или в бутылочке ее посолить можно опустить тузлук по поле у кого мы есть у кого нет можно хранить в холодильнике а сейчас мы должны закрыть крышечкой это все и поставить в прохладное место желательно в холодильник ночь она может переночевать вас на столе но на утро уберите ее в холодильник не в морозильник а в обычную холодильную камеру вот такая красота у нас получилось подписывайтесь на наш канал ставьте лайки готовьте с нами с удовольствием всего вам хорошего